По теме предполагаемой войны на Донбассе отоптались уже все. Попробую высказать свои размышления на эту тему и я. Все высказанные версии имеют право на жизнь. И война с целью разведки, и война на закрытие Северного потока-2, и война с целью свержения Путина внутренней российской пятой колонной, а скорее война для решения всего комплекса этих проблем для Запада, вернее не для всего Запада, а для Соединенных Штатов Америки. Теперь по теме. А никакой горячей войны, по моему мнению, не будет. Будет бескровная операция по типу крымской. Бескровная, конечно, условно, скажем так, это будет операция по освобождению и очистке Украины от проамериканской бандеровской власти с минимальной кровью. Никто не будет дожидаться штурма Донбасса. Сейчас идет активная фаза приготовления к приведению украинской власти в чувства. Пока Зеленский и его компания ждут хорошей погоды и подсыхания почвы, а заодно что-то там планируют и прикидывают, все случится и закончится для них в несколько дней. Может неделю. Почему я сделал такие выводы? Да потому что Россия перебросила воздушно-десантную дивизию в Крым. Дивизия ВДВ – это сила приличная, и что ей делать в Крыму и так, плотно насыщенному войсками. Тем более, что ВДВ – это войска мобильного наступательного действия, а не оборонительного. Опять же Белоруссия укрепляется. В конце марта, начале апреля в Белоруссии на границе с Украиной были замечены колонны техники, чьей технике непонятно, может и российской. Эта тема промелькнула в СМИ и резко пропала. Кроме того, в Белоруссии призвали на учения запасников и сейчас их активно тренируют на полигонах. А в Бресте тренируется бригада сил специальных операций Белоруссии. Скорее всего, задача Белоруссии плотно держать свою границу и не дать украинской армии ломануться не в ту степь. Что по срокам, предполагаю, что до 21 апреля, дня послания российского президента народу, все должно закончиться. Это означает начало операции в промежуток с 10 по 17 апреля. Хотя могут быть варианты, но до 9 мая все закончится должно точно. Перенос послания президента связан именно с этой головной болью российского руководства. Решение о конце Украинского рейха было принято в январе-феврале после вступления в должность Байдена. Как и следовало ожидать, Байден не оправдал возложенных на него надежд и подписал смертный приговор не только Украинскому рейху, но и Штатам. По большому счету Америка бьется с Северным потоком-2 не за поставку своего газа в Европу, а за расчеты по газу и нефти в Европе в долларах. Северный поток-2 – это начало конца доллара. Предполагаю, что Германия и Франция в теме и не возражают. Ну а зачем? Германия становится европейским газовым хабом и начинает вместе с Россией доить поляков, румынов, чехов, прибалтов и разных прочих шведов. Французы будут на подхвате, получат конкурентную цену на газ и хорошие заказы для своей промышленности. Все расчеты будут проводиться в евро и рублях. Тогда и спутник Ви будет востребован и закуплен немцами и французами. Как будет проходить операция и ее итоги? Предполагаю, что системы радиоэлектронной борьбы различного назначения вырубят всю связь на необходимую глубину. Части ВДВ с юга и севера востока войдут на территорию Украины. Возможно, в какой-то местности будет выброшен парашютный десант. Восточная граница будет блокирована как войсками Луганской и Донецкой народных республик, так и России. Россия занимает весь левый берег Днепра вместе с Киевом. Киев расположен по обоим берегам. Оставшиеся земли по правому берегу и станут новой Украиной. Думаю, что всем желающим дадут возможность перейти в ту или другую часть бывшей Украины. Новая Украина станет местом сбыта товаров из Европы и России, а также источником дешевой рабочей силы. Занавес. Субтитры создавал DimaTorzok